Иногда человек хочет жить другим человеком, но не может. Он расстается с ним, плачет, скрипит зубами, но все равно расстается, потому что нет силы жить. Потому что нет возможности внутренней жить. Потому что у того слишком тяжелая судьба наступила. Но если человек имеет источник счастья, он никогда ни с кем не расстанется. Он все перетерпит, понимаете? Он способен на все. И терпение для него не означает страдание, потому что ему есть откуда счастье черпить. И все это зависит от правильной постановки целей. Нужно расставить цели в жизни. Само собой у человека появляется в жизни только одна цель. Это цель жить для себя. Когда человек рождается, он получает в жизни только одну цель. Он хочет жить только для себя и не для кого-то в Богу. Такова природа детей. Они хотят жить только для себя. Потом человек взрослеет, у него появляется возможность внутренне жить для семьи. Он начинает хотеть делать для близких что-то. Уже в детском возрасте это может появиться. Дальше у человека появляется желание делать для других, для общества, для друзей, для всех. Но если человек по-настоящему развит, то у него когда-нибудь появляется желание делать что-то для Бога. И с этого момента он защищен судьбой. Судьба больше его никогда не обидит. Ко мне вчера подошла одна женщина. Уже когда лекция закончилась, я выходил на улицу. Она подошла ко мне. И она очень настойчиво задавала с разных сторон один и тот же вопрос. Почему я такая несчастная? Я ей со всех сторон отвечал одинаково на этот вопрос. Я ей говорю, потому что вы не установили контакт с Богом. Потому что вы не установили контакт с Богом. Она говорит, ну погодите. Ну а почему тогда вот идите от меня? Ну погодите, а почему мы можем вот так? А почему все у меня рушится в жизни? А почему я не могу ничего сделать? У меня какая-то судьба. Может меня прокляли там? Может влазили? Может что такое со мной происходит? И она все время доказывала свое, но я одинаково ей отвечал всегда. Почему? Потому что дойти до человека очень трудно, это может. Что? В этой жизни никто не может нам дать полную гарантию. Никто. Ни дети, ни муж, ни жена. Когда наступает трудный момент в жизни, даже самые честные люди могут помочь только в силу своих возможностей. Никто не может нам дать полную гарантию счастья в этом мире. Но мы очень сильно рассчитываем на всех. И когда человек ставит свои цели в жизни, близкого человека рассчитывает, полагается очень сильно на него, то он неизбежно потерпит крах в своей судьбе. И крах очень серьезный. Даже просто близкий человек может вообще просто взять и уйти из жизни. Придет время. И это тоже будет крахом. Потому что ты рассчитывал, что он будет жить. А он перестал жить. Понимаете? Поэтому человек должен рассчитывать больше всего в своей жизни на Бога. Потому что Бог из жизни никогда не уйдет. Это 100% факт. Но чтобы хотя бы даже понять его присутствие, для этого надо очень много в жизни сделать. Надо очень много вложить сил, чтобы почувствовать, что его присутствие явно. И что он действительно участвует в моей жизни. Понимаете? Поэтому главное предназначение человека — это установить контакт с Высшей Истиной, которое никогда не ломает нашу судьбу и никогда нас не подходит. На втором месте стоит предназначение найти себя. Для женщины второе — это найти себя в личной жизни. Для мужчины второе — это найти себя в обществе. Дальше. Пускаемся на один шаг ниже. Следующее предназначение. Для женщины — найти себя в общественной жизни, а для мужчины — в семейной. Понимаете? Сначала Бог, потом для женщины — семья, для мужчины — работа, потом для женщины — работа, для мужчины — семья. Причем интересно знать, что если женщина реализовала себя в личной жизни, ей очень легко себя реализовать потом в работе. Вот так вот. Потому что если женщина, как женщина, на работе себя ведет, никто к ней не подлезет, никто с ней лишнего не спросит, никто не сможет ее унизить, и ничего с ней вообще плохого не могут сделать. Потому что когда женщина по-женски сильна, она недоступна. Любовь — это самая большая сила. Она сильнее власти, сильнее всего. Если начальник начинает на женщину, допустим, о радио, она смотрит на нее, говорит, «Петрович, ну зачем вы так разговариваете с ним? Успокойтесь, дорогой мой друг. И все. Он не может ничего дальше сказать, потому что она побеждает его в любови, если она развита, как женщина. И спокойно побеждает без всякого усилия, вот так вот. И вообще на работе напрягаться не надо, если она развита, как женщина. Она все решает очень спокойно. Ну все, моя работа закончена, я пошла. До свидания, девочки, мальчики. Ау-у-у. До свидания. Пока я вас всех люблю. Если она скажет, что она всех любит, она действительно любит всех, они успокоятся сразу, будут дальше работать. Она никогда не будет напрягаться на работе, перерабатывать, потому что она всем нужна. Она всех заботится. Для нее главное на работе это не сделать там свой продукт, а главное для нее, чтобы все были счастливы. Она подходит, говорит, Василий, ты что, болеешь? Может тебе помочь чем-то? Ну-ка давайте все Василию поможем. Он болеет. Может врача тебе найти? То есть она любит всех, заботится обо всех. И все ее любят тоже за это. Понимаете? Настоящая женщина. Она тоже работает, все, но для нее есть важные, более ценные вещи. Работа. Она заботится о старших, тоже о начальнике. Если кто-то вякает на начальника, она говорит, а что ты на него выступаешь? Ты что, лучше что ли? Иди попробуй, сам поуправляй. И так далее. То есть, ну то есть, понимаете, женщина настоящая, женщина развитая, и женщина. И у нее, естественно, дома все хорошо. Потому что она развита, как женщина. Она устойчивую жизнь, имея точку. Но если женщина пытается внушить себя вести, она рушит свою жизнь. Она пытается упахиваться на работе, двигаться по карьерной лестнице там и так далее. Если женщина развилась, как женщина, ее сами назначат главной. И не надо никуда двигаться. Она еще подумает, стоит это делать или нет. Она подумает, пойду, я не пойду. Может, это не помешает в жизни. Она не привязана к этому всему. И она и так главная. И так хорошо в жизни. И ее и так все уважают. Потому что женщина становится главной, когда она становится женщиной. Понимаете? Ее так все уважают, кто здесь, кто там. Какая разница, где быть, там или здесь. И так все хорошо относятся. Так все любят. Потому что она всех любит. Мужчина, конечно, важно занять какое-то положение. Для него это важно. Но для женщины ей может быть все равно, если она разница, как и женщина. Это мужчине надо, когда мужчина развивается, в обществе сильным становится. Он становится терпеливым, выносливым, смелым, решительным. У него много человек характера развивается. И в результате он способен терпеть женские эмоции. Женщина дома, допустим, начинает немножко каблучить. Меня сегодня один молодой человек спросил. А вот у меня жена вот так себя ведет. Она вот так вот себя ведет. Я ему объяснил. Это нормально или нет? Я ему объяснил, что у женщины психика направлена наружу в несколько раз сильнее. В шесть раз сильнее, чем у мужчины. Поэтому женщине очень трудно контролировать эмоции, свои настроения и все прочее. Поэтому у каждой женщины какой-то период лунного цикла обязательно на один или пару дней возникает психика. Ну, то есть у каждого свой. Одна плачет, другая ругается, третья за шмотками бежит в магазин. Четвертая еще что-нибудь, пятая обжирается. Шестая просто ни с кем не разговаривает, сидит. Ну, то есть у всех по-разному. Если на месяц на два. А? Если на месяц на два. Ну, значит на месяц на два. Ну, то есть надо принять чину такой, какая она есть. Потому что ведь у мужиков тоже есть свои бзики. У мужиков есть бзики? Есть. Они связаны с работой. У женщин связаны с цикличной бзики. Это более предсказуемо. Можно взять, допустим, женщины, взять начало месячных и конец. От начала до начала месячных взять и каждый день описывать свое поведение. То, если пару раз так сделать, можно выявить дни, когда начинаются истерики. Там или еще что-то. То есть непредсказуемое поведение, тяжелое. И надо просто мужу докладывать, завтра у нас будет дискомфорт. Предупреждать. Вы понимаете, когда у мужчин психи бзики возникают, они и могут женщин предупредить. Потому что у мужчины возникает психи, когда его карьера рушится. Когда что-то на работе плохое происходит, он приходит и говорит... И начинает орать там, что-то возмущаться. Каждый по-своему проявляется. Одни в телевизор упираются и сидят так. Мой дорогой, что с тобой? Поговоришь нет со мной? То есть вторые просто водку жрут. Третьи в гараже сидят, не выходят из гаража с утками. Четвертые начинают орать, а мой приборит. Значит, на работе не получается. И единственный подход ко всем категориям мужчины для женщин это один. Надо просто нежно подкрасться к нему и начать его успокаивать. Лаской, заботой. И он как бы не будет сразу успокаиваться, но это будет действовать. То есть надо успокаивать мужчину в зависимости от того, насколько он как бы его тряхануло. Есть разные как бы... Ну, можно 5 минут, 10, 15, 20. Но обязательно наступит момент, когда он раз и его расслабит. Поэтому простой способ просто вкладывать любовь в человек и все, и его расслабляет. При этом кажется, что ничего не действует. Вроде бы успокаиваешь, как будто в кровь все идет. А на самом деле он наполняется энергии любви. Наполняется, наполняется, потом раз, расслабился. Точно так же с женщиной. Когда у нее такой плотной период луна идет, мужчина должен принять от нее все, что она скажет, сделает. Причем она сама не оценивает свои слова и поступки в это время. То есть она, говорит, прости, была слишком эмоциональна. Слишком эмоциональна означает, что она ему сказала обо всем, что она о нем думает. Она вспомнила ему все его прошлые, настоящие и будущие. То есть она все, как бы все-все сказала ему. Все, что было на душе, на сердце. Если бы все это записать на магнитофон и дать ей послушать, она бы не поверила, что это все какое-то время. Но мужчина должен в это время как себя вести? Он должен соглашаться со всем. Говорить, да, дорогая, это так, действительно. Бывать ей по голове, обнимать ее и просто так пропускать мимо ушей все. Спокойно так. На тормозах спускать все, что она говорит, делает и так далее. Это означает развитый мужчина. Но когда мужчина может так делать, когда у него очень успешная жизнь, он чувствует в себе силу внутреннюю. И он как бы опирается не на отношения с женой, а опирается в своей жизни на те достижения, которые он имеет. Тогда мужчина развитый, и женщина его ценит. Потому что она чувствует, что она может быть слабой рядом с ним. Он все равно остается сильным в этом случае. Если мужчина опирается на семейную жизнь, и он очень сильно зависит от того, как относится к нему жена, то это мужчина неразвитый. То есть он смотрит, как она с ним разговаривает, и начинает, если она с ним плохо разговаривает, он с ней ругается, заставляет ее, говорит с собой хорошо. Он постоянно доказывает ей, что он крутой. Она никогда его не оценит в этом случае. Потому что женщина ценит мужчину, когда он на нее не обращает внимания, когда она ведет себя неправильно. Вот тогда она ее ценит. Потому что она в это время сама особо на себя не обращает внимания. Она понимает, что ничего не сделаешь. И поэтому так себя ведет. Поэтому для мужчины главное быть успешным в жизни и победить себя. Для женщины главное успеть быть успешной в личной жизни, создать атмосферу правильную в семье. Но при этом женщина и мужчина используют категории разума своей. Понимаете? И в этих категориях разума надо ориентироваться очень четко. И веды говорят о совместимости в этой связи очень серьезно. Например, если женщина из первой категории выходит замуж за мужчину второй категории, то она ей очень трудно с ней быть счастливой. Это для нее реальное испытание. То есть она как бы больше стремится к истине, а он больше к власти. И так как она видит в нем много недостатков, ей тяжело достаточно с ним. Он с ней кажется грубоватым и не таким воспитанным, как бы хотелось. Это женщина первой категории, мужчина второй категории. Если мужчина третьей категории, то она вообще не будет его уважать. А если он четвертый, то они полностью несовместимы. Первая и четвертая категории полностью несовместимы. Невозможно вместе жить. То есть через одну категорию брак труден, очень труден, но через две местные абсолютно несовместимы. Что мужчина первой категории, женщина четвертой, что наоборот. Никакой возможности вместе жить нет. Очень тяжело. Энергетические проблемы означают проблемы смирения всегда. Если человек смиряется с близким человеком, никаких энергетических проблем нет. Слушайте, да есть проблемы только взаимопонимания всегда. И категории разума в этом плане очень важны. Например, если женщина второй категории, мужчина первый, то брак будет нормальным. То есть если мужчина категория ученого, женщина правитель, то она будет там на него задираться, читать его тихоней, но она будет его очень сильно уважать, потому что она будет понимать, что он умный человек, и честный, и возвышенный, и так далее. Вот. То есть женщина всегда должна быть и одинаковой категорией с мужчиной, и на категорию ниже. Но не на две категории ниже. На две уже сложные отношения строят. А если женщина первой категории? Значит, ей надо мужчину себе только первый найти. В этом проблема женщин первой категории. У них нет вариантов больше. Вот. Если женщина второй, у нее есть два варианта. Третья категория тоже два варианта. Четвертый тоже два варианта. Понимаете? То есть это о совместимости. То есть надо понимать. У меня есть книжка о создании семьи, продается она. Там более подробно об этих вещах, классификация там это есть, и там расписывается, как люди будут чувствовать друг с другом. Теперь вопросу вы должны понять одну вещь. Если уже семья создана, неважно, какой категории будет, надо оставаться вместе. Это закон. Потому что... А? Не слышу. Группа крови. Вот это вот уже наше извращение. Сейчас объясню, в чем они заключаются. Мы пытаем конституцию делать из всего. Из группы крови там и так далее. Понимаете? Группа крови относится к энергии солнца. То есть кровь вообще связана с энергией солнца. И поэтому существует конституция, и это факт, связанная с энергией солнца. Сколько солнца у человека в психике, это важно. И в принципе, можно классифицировать людей по контакту с солнцем. Это факт. Это будет отражаться на его пище, на его иммунитете, на его отношении с людьми. И это факт, 100%. Но это... Группа крови не является основой для определения совместимости по браку и так далее. Понимаете? То есть это не то, что мы должны брать за основу. Поймите это. Это очень важно понять. Можно также конституцию по ногтям определить, по ушам, по глазам, по волосам и так далее. По всему можно сделать конституцию. Но веды говорят, это неправильно. Конституция определяется по поведению человека, по его устремлениям в жизни, по его принадлежности. Как определить свою конституцию? Очень просто. Вот кем вы работаете, допустим, это и ваша конституция, чаще всего. Если вам работа просто досталась в жизни сама по себе, вы как бы, ну, не к деньгам стремились, а просто вот такая работа, она подходит. То есть вы чувствуете, вы там нормально работаете, вы справляетесь со своей работой. Вы чувствуете, что все нормально у вас там. Это значит, что это ваша конституция. Первая категория люди склонны обучать людей, обучаться. То есть они могут быть преподавателями, тренерами, могут быть священниками, юристами, могут быть адвокатами, могут быть учеными, могут быть священниками. То есть все, что связано с образованием и передачей знаний. Могут быть наставниками. Первая категория. Люди второй категории чем занимаются? Все, что связано с государством. Все виды государственных чиновников, армия, солдаты, милиция. Любой руководитель, любого звена относится к этой категории. Даже человек, если низкого звена руководителя, он все равно относится к этой категории. Если человек любит руководить, управлять, он относится к этой категории. Следующая категория. Кто может быть этой категорией? Все виды менеджеров. Менджеров чем от руководителя отличаются? Менеджер не находится в структуре власти Он может иметь свою какую-то фирму И он ее в руки там развивает, бизнесом занимается Это значит категория торговца, понимаете? То есть отношения у менеджера Какие отношения с подчиненными? Отношения финансовые То есть он просто просит людей зарабатывать деньги Если людям что-то нужно, то это он им обеспечивает Это торговые отношения, понимаете? Есть разница отношения власти и торговые Отношения власти строятся на чем? На чувстве долга, на ответственности, на уважении Там совсем другое Вот я допустим вчера читал лекцию У вас как раз в структуре власти вашей городской администрации И очень четко видно было по людям Что там отношения очень сильно выражены в плане уважения Порядочности друг к другу, ответственности и так далее Это как раз другое Это не означает ничего общего не имеет с менеджером Понимаете? Это другое Это управление называется Ну то есть слово менеджер и управление Может быть одинаковое в чем-то Но я не знаю как еще торговцев называть Людей, которые любят строить такие финансовые отношения То есть есть финансовые отношения Есть отношения чести и власти Поймите, что они имеют разницу Если допустим милиционер начал финансовые отношения со всеми строить Он деградирует как личность Милиционер должен иметь зарплату государства И выполнять свой долг И он не должен ни на что покупаться Иначе он рушится в свою жизнь просто То же самое касается солдата То же самое касается президента страны Президент страны не должен воровать Он должен получать то, что ему государство дает То, как его оценивают труд И он должен иметь власть И увеличивать эту власть И увеличивать благосостояние народа И так далее Довольствоваться тем, что ему эта власть дает Если он начинает тянуть Значит он обрешает за себя как личность Потому что его возможность уважать себя как личность Рушится таким образом Он не может уже себя оценить как раньше А это значит, что он не может правильно руководить Потому что человек в чем? Сила решимости человека заключается В чем? Правитель Асима, тело решимости заключается В его внутренней чести по отношению к остальным людям Если он чувствует, что у него есть честь То есть он честный по отношению к остальным Он заботится и живет для этих людей То он может сказать им так Что у них поджилки затрясутся И они пойдут за ним, за этим человеком Если у человека есть честь потерял То он уже ничего не может им сказать Или он будет говорить, но это не будет работать Понимаете? Так как мы не изучаем законов Поэтому соответственно и возможность управлять людьми сейчас очень хилая Потому что люди, они всегда вдохновляются идеей А руководитель, он по природе идеолог То есть он должен вдохновлять людей своей внутренней силой А внутренней силы у руководителя бывает только тогда Когда он людей не обманывает Он честен во всем Он зеркален во всем Понимаете? Сейчас это не принято в обществе Почему? Потому что нет образования в этой связи Но даже у Ленина это было И поэтому люди за ним шли И сражались на спектр за него Понимаете? Потому что он был настоящим руководителем Хоть мы его сейчас критикуем за то, что он не то там давал, не то делал Но и Ленин, и Цзержинский, и там все, вот эта вся группа, которая подняла страну Все эти люди были настоящими руководителями И даже Сталин был настоящим руководителем Понимаете? Но сейчас очень мало настоящих руководителей Поэтому деморализация населения очень сильна В этом заключаются серьезные проблемы Если начнется война, все разбегутся к починям В этом заключается проблема сейчас в нашем обществе Самое главное, что мы не знаем, как обучать людей У нас нет правильного образования Почему торговля рушится? Почему торговля не организована? То же самое Настоящих купцов нет Нет Морозовых сейчас Понимаете? Нет купцов, которые способны так вести себя Чтобы все уважали, все ценили Чтобы сказал слово Было слово купца раньше В России Им не надо было показывать реквизиты банка Слово купца, все Если человек не имеет свое слово, он не купец Сказал Лучше умру, но сделаю Понимаете? Вот такой закон был очень жесткий Если человек потерял свое слово И позорят немедленно Он же не может быть в этой среде купцов же Он становится рангом ниже Он становится бошью для них Тот, кто ползает, там что-то делает Но он не серьезный человек Понимаете? Очень жесткие законы Сейчас эти законы потеряны Потому что нет образования Соответственно, в этом заключается проблема Люди не знают, зачем им это надо Быть честным купцом Не понимают свои выгоды Свои силы в этом все Это проблема Проблема нашей жизни Нашего общества Человек, который является настоящим работником Рабочим Он должен очень любить свой труд И у него два главных качества Он любит свой труд и уважает тех Кто ему этот труд дает Он всегда с уважением относится к тем Кто ему дает этот труд Всегда это ценит И всегда уважает Даже если они поступают в чем-то неправильном Он все равно их уважает На последнем Такова качество человека Который любит свой труд И старается жить спокойной жизнью Просто ничему там особо не дергаться Не стремиться Просто он любит спокойную жизнь Какие вопросы Почему надо оставаться в браке Очень просто Надо понять, что Брак создается высшими силами А не нами Мы думали Вот, блин, я нашел себе дурака Надо расставаться срочно Понимаете Если люди живут вместе год Согласно ведом Считается, что эти отношения Созданы не зря Если бы они могли Они бы давно уже расстались Бывает так, что люди хотят расстаться С друг другом Но не могут Что-то мешает Это значит, что Не в их воле это сделать Понимаете И как бы люди часто думают Что я вот нашел себе человека А теперь я понял Что это не мой человек Вот это является безумием Так думать Почему? Потому что Высшие силы создают семью Только с одной целью Дать человеку испытание Наша идея какая Мы наслаждаться Хотим отношениям Мы хотим счастье Но веды говорят Что счастье придет После того Как ты сдашь свой экзамен И в каждых отношениях Этот экзамен есть Все отношения Строятся по одному И тому же принципу Сначала идет Приманка Приманка Это любовь морков То есть так устроено Дышими силами Чтоб мы притянулись Другой Поэтому идет Романтические отношения Первый этап Смейных отношений Это романтические отношения Второй этап Это отношения В которых люди Пытаются Друг друга построить Друг под друга То есть второй этап Это идет война Такая незримая Люди пытаются В семье Пытаются Приучить Приручить Друг друга К себе То есть они пытаются Сделать близкого человека Таким Каким я хочу сделать Вот этот этап Заканчивается печально Если Люди Вот на этом этапе Не понимают Что на самом деле Близкий человек Нам предназначен Для испытания Не для счастья Счастье приходит Потом Как результат Вообще В целом Существует Три этапа Развития Нормальных Семейных отношений Запишите Это важно Первый этап Нормальных Семейных отношений Это мир Мир В семье Мир Означает Буквально В смысле Слово Следующее Я Я принимаю Близкого Человека Со всеми Его Прибабахами Именно Запишите Прибабахами Я принимаю Со всеми Его Прибабахами Полностью И не важно Принимает ли он Меня Или нет Это Мое личное Желание Я принимаю Потому что Он Богом Мне дан И я хочу Идти Законом Бога И более Бога Почитать Поклоняться Поэтому Я принимаю Этого Человека В свою Жизнь И важно Как он себя ведет И как он Ко мне Относится Все Как только Один из членов Семьи Сказал это И начал Так поступать То в семье Немедленно Начинает Успокаиваться Все И наступает Мир Мир В семье Означает Что человек Приходит Домой И ему Дома Хорошо И муж И жена Дома Отдыхают Значит Есть мир Если нет Отдыха Напряжения Значит Даже Первого Этапа Отношений Семейных Нет Это значит Что эта семья Разрушается И в конце концов Придет Полностью К полному Разрушению Рано или поздно Все будет Полностью Разрушено Потому что Эти два человека Не справляются Со своей Судьбой И с данным Им Богом Испытанием Не справляются Они двоечники Эти два человека И они таким образом Будут хлебать Несованно В своей жизни И здесь нет Совместимости Несовместимости Это все Ерунда Если люди Прожили год Значит Бог дал Такого человека Все Надо значит Дальше Испытание Свою нести Мир Первый этап Второй этап Это Уважение Ты начинаешь Чувствовать Что этот человек Стремится Установить С тобой Правильные Отношения Ты чувствуешь Что он Ради тебя Чем-то Жертвует Жизни И ты чувствуешь Что Он на самом деле Коти имеет Много Прибабахов Но он Для тебя Дорог И ты Чувствуешь Что Все-таки С ним Жить можно И есть Какая-то Перспектива Это Второй этап Второй этап Означает Что появляется Уважение Но Это Не значит Что Появляется Семейное Счастье На этом Этапе Семейного Счастья Еще Нет И То Чего Так Жаждут Большевики Еще Не Свершилось Понимаете Оно Свершится На Треть Когда Люди Сдают Экзамены Своей Судьбы Полностью И у них Появляется Стойкая Верность По отношению Друг К другу И желание Служить Друг Друг То В это Время Они Открывают Другие Сердца И Между Их Сердцами Устанавливаются Отношения Глубокого Уважения Глубокой Симпатии Глубокой Верности И Сильного Желания Оставаться Рядом С этим Человеком Всю Жизнь Именно В это Время Начинается Настоящая Любовь Которую Большевики Просто так Не получат Для этого Надо сражаться Понимаете За светлое Будущее А не Просто так Жить И ждать Когда же Мой Придет Любимый Понимаете Он Никогда Не придет Это Все равно Что Сидеть Перед Экзаменационной Комиссией И ждать Когда же Мне пятерку Поставят Да Никогда Не поставят Двойку Поставят С удовольствием А пятерку Никогда Ты должен Ее заслужить Сначала Сначала Экзаменационная Комиссия Поймет Что ты Что-то Знаешь Это Первый Этап Она Успокоится И будет Спокойно Тебя Слушать На первом Этапе На втором Этапе Экзаменационная Комиссия Начнет Тебя Уважать И подумает Да Действительно Учился Молодец Учил Что-то А на третьем Этапе Она Тебя Полюбит И скажет Классный Студент Все бы Так Сдавали Вообще Супер И поставить Тебя Тогда Можешь Идти И радоваться Потому что Ты сдал Свой Экзамен Эти вещи Везде И всегда В жизни Происходят Это Не только Семейные Отношения То же Самое Происходит На работе Человек Приходит Сначала Он всем Увлечен Ему Все нравится Но Это еще Не первый Этап Это Просто Приманка Дальше Что с ним Происходит Ему Он начинает Уважать То что Происходит И третий Этап Он полюбит Ту среду В которой Он живет Но на этом Нужны годы Понимаете Годы Работы В этой среде И люди Очень дешевые По своей природе Чаще всего Они очень дешевые То есть Они В одном месте Поработали Испытания начались Побежали В другое место С одной женой Пожил Испытания начались Побежал В другое место Веды Это сравнивают С обезьянками Обезьянки Очень любят Прыгать с ветки на ветку Если допустим Другая обезьянка На этой ветке Встречается Она с ней сексом Позанималась И прыгает дальше То есть У них нет Понимаете Такого Чтобы там Верность Любовь Обезьянки Они Спариваются И потом Распариваются Понимаете Мы не должны быть Обезьянками Мы должны быть Людьми Люди Означают Принимают судьбу Сражаются За свою судьбу И побеждаются Вот это Разумные существа Так себя ведут А если человек О Этот мне не понравился Следующий Тоже не понравится Будьте уверены Это просто бред Думать Что кто-то понравится Каждый мужчина Имеет в своем характере Столько черт Который Женщине Просто невозможно Вытерпить Каждый мужчина Каждая женщина Имеет в своем характере Столько всего Что мужчине Невозможно Вытерпить И как они терпят Труг друга Только потому Что они добровольно Укращают себя И пытаются Друг другу служить В этом заключается Любовь Понимаете А не в том Чтобы ждать Когда тебе приходит Человек Который Не будет тебя Раздражать Да женщину Просто в принципе Мужчина Не раздражать Не может Это невозможно Понимаете Потому что Он тупой Не врубается Ни во что Как себя вести Как разговаривать Как Он ничего не понимает Он грубый Он только Жрать любит И спать Он дленивый По природе Он не чуткий Незаботливый А? Может не мыться Два дня Может не мыться Два дня Это все мужчина Понимаете Все мужчины Такие они Одинаковые А женщина По своей природе Очень занудливая Очень Завистливая Обидчивая Раздражительная Неуправляемая Жадная Жадная И так далее И вот они Встретились Встретились Они конечно же Сразу полюбили Других Вот и сказке Конец А кто слушал Молодец Ни одна сказка Не рассказывает О том Что будет дальше Стали жить пожелать И добра Нажимать Вот и сказке Конец А кто слушал Молодец Все Потому что Дальше не сказка Начинается А жизнь Понимаете И надо это Очень четко Понять Для себя И это Неизбежность Мы не можем Избежать Семьи Потому что Семья Это испытание Которое Должно пройти В этом испытании Мы зреем Становимся Сильными Мудрыми Разумными Людми Если мы не сдали Своё испытание Придётся сдавать В следующий раз Ничего страшного Семья развалилась Значит надо Хлебнуть Горе И дальше И в своей жизни Ничего страшного Не надо Печалиться Вся жизнь Впереди Или как Марк Бюнесс Поёт Самая лучшая Песня Не спета Самая лучшая Девушка Где ты Всё ещё Впереди Всё ещё Впереди Человек не может Жить просто так Ему нужна Надежда Но Когда человек Жениться Он не должен Больше ничего ждать Самая лучшая Девушка Это та Которая станет И стой Который перед ним Стоит И фыркает Она станет Его самой лучшей Девушкой И в этом заключается Самая большая Тайна жизни И в этом заключается Самая большая Мудрость жизни Потому что Тот человек Который Находится Рядом С тобой И который Ты думаешь Самый противный Ненавист И зачем Мне он достался Именно этот Человек Станет Самым любимым Если ты Ждашь Экзамен Своей судьбы И ты Очень Удивишься Этому На самом деле Всегда Ты очень Сильно Удивишься Этому Что это Возможно Но это Невозможно Это всегда Пробывает Я вчера С одной Девушкой Говорил Которая ушла От мужа И она говорит Ну он же Не может Стать хорошим Немужем И это Обычная История Так Все считают Что этот Человек Не может А на самом деле Это ты Не можешь Ты просто Не достоин Счастливой Семейной Жизни И все Вот когда Ты будешь Достоин Вдруг видишь Как трансформируется Этот человек И я сейчас Вам это Докажу Вот сейчас В зале Поднимут руки Те люди Которые Это увидели В своей жизни И которые Поняли Что этот Человек Для меня Самый лучший Хотя раньше Очень не любили Его Сомневались С нем И раньше У них все Было плохо Теперь все Хорошо Поднимите Пожалуйста Эти люди Видите Подняло Человек 15-20 Но эти люди Сдали Экзамен Своей жизни А все остальные Нет Понимаете Ну надо сдавать Значит Ничего страшного Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры